С начала этого года в Казахстане без вести пропало около 300 детей. Почти все они уже найдены и возвращены родителям. В розыске остаются 42 ребенка. Как отмечают полицейские, большая часть подростков попросту сбегает из дома, но не редкий случай кражи. Это фотографии 7-летней Виктории Гани. Девочка пропала в апреле прошлого года. Вся страна пыталась помочь родителям в поисках, переживала, а позже была шокирована тем, что ребенка убил взрослый мужчина. А на этой фотографии Тимирлан Сандебаев. Он исчез в октябре. Тело 5-летнего мальчика нашли на берегу реки Каргала, рядом с его поселком. Родители Тимирлана уверены, что их сына убили. Но, по словам полицейских, на теле мальчика признаков насильственной смерти не обнаружено. Каждый год в Казахстане, как и в любом другом государстве, пропадают без вести сотни граждан. Особенно пугают случаи исчезновения детей. Полицейские не раз призывали родителей не оставлять своих чат без присмотра. Только с начала года к ней поступило около двух сотен заявлений о пропаже ребенка. За первые шесть месяцев этого года в региональных правоохранительных органах было зарегистрировано 1400 случаев пропажи людей. Из них 1200 человек нашлись. Остальных наши сотрудники еще ищут. Среди несовершеннолетних пропали 297 человек. Найдены пока что только 255. Сведения о пропавших детях хранятся только в органах внутренних дел. Но председатель Казахстанской интернет-ассоциации предлагает открыть специальный портал, где будет собрана общая информация о ребятах. Это, по его мнению, поможет в поиске. Во-первых, это полный список пропавших детей с указанием всех параметров, где, когда, в какое время потерялся ребенок. Во-вторых, разместить полную информацию, которой мог бы воспользоваться любой житель Казахстана на государственном и на русском языке. Можно было бы извещать сразу автоматические правоохранительные органы и волонтеров, которые сегодня помогают в поиске пропавших детей. В зарубежных странах такие порталы давно не в новинку. Жители активно помогают полицейским в поиске пропавших. В нашей стране население пытается помочь тем, кто потерял близких, действуя через социальные сети. Поскольку инициатива НПО, которая смогла бы объединить народ в общем стремлении, поддержки пока не нашла.